Общественники дали оценку несостоявшимся выборам главы Сургута. Напомню, только один из 32 кандидатов, которые пришли на комиссию, предоставил полный пакет документов. Таким образом, у депутатов просто не было выбора. По правилам на голосование парламентариям, члены комиссии должны предоставить не менее двух кандидатур. Теперь процедура отбора начнется заново. 29 января на заседании Думы депутаты огласят новые даты приема и рассмотрения документов кандидатов на пост градоначальника. За судьбой этой вакансии, к слову, следят многие. Об этих выборах высказались экс-глава Сургута Александр Сидоров, член Совета Федерации Юрий Важенин, а также общественники Югры и Сургута. Все они уверены, что такой исход выборов вполне закономерен. Когда счет претендентов уже пошел, там, разменял на третий десятый, конечно, я была очень этим огорчена. И я была очень огорчена тем, что все-таки посчитали вот эту кампанию, выборную, наверное, многие, как пиар-акции личных каких-то качеств. Продолжение следует...